Филолог по образованию Коста Сосимис уже почти 40 лет. Не расстается с фотоаппаратом, фиксируя в вечности, мгновения жизни афонских монахов. Сам он признается, что не представляет для себя иного пути. Фотография была с 12 лет, когда впервые мой сосед пустил меня все-таки после многих драк и выгонений из какой-то кладовочки с красной лампочкой. Мне это было очень интересно, потому что он там делает. Но это потом он все-таки пустил, научил, показал. Для меня это была магия, когда первая фотография появилась в Корыце в 84-м году, когда попал на афон. Это красота, это магия для меня была как фотографу, как сначала неверующему. Ну а потом уже потихонечку, когда в 87-м году они узнали, что я некрещен и покрестили. Ну и теперь я уже никак оттуда. Поначалу фотографировать монахи разрешали не все и не везде. Но для того, чтобы получить свободу в творчестве, Костас Асимис поселился в одном из монастырей, Пантелеймоновом, и стал жить там по совету своего духовного наставника, старца Паисия. Вскоре его восприняли как своего и даже сами стали просить о фото. Теперь все мне позируют, вот я не вижу, там на втором этаже, наверное, портреты есть. Посмотришь там, они не боятся, уже своего читают. На святом Афоне он обнаружил старую фотолабораторию, где хранились уникальные дагеротипы. Часть из них не сохранилась, но около 5000 снимков Костасу удалось извлечь и реанимировать. Он построил свою фотолабораторию и создал все условия для хранения. Теперь реставрирует на самом современном оборудовании. И продолжает вести ту фотолетопись, которую случайно здесь обнаружил. Выставка уже столько лет идет, за 11 лет 200 с чем-то выставок. Это же не случайно, наверное, все это идет. Люди просят, я еду. Независимо от города, большой, маленький, село, деревня, везде я. Как только попросят, я туда, потому что везде живут люди. И это делается для людей, а не для Костаса. Карьеру фотографа в мире моды он начинал в Мюнхене, но теперь он в Рязани. И всю свою жизнь в России Костас полностью посвятил сохранению артефактов афонской истории. Этой историей он щедро делится с окружающим миром. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...